Амурская служба новостей Областные новости В Приамурье назрел очередной политический скандал. На этот раз эпицентром событий стала партия «Справедливая Россия». Перед началом очередной сессии Заксобрания Амурской области депутат Галина Буслова сделала публичное заявление о выходе из партии «Справедливая Россия». Буслова огласила коллективное решение всего руководящего состава Амурского отделения партии. «Причина – авторитарное руководство Президиума Центральной партии, которая принимает решение, не считаясь мнением членов партии. Нам навязываются решения, которые идут вразрез с уставом партии. Эти недальновидные шаги Президиума не добавят голосов на предстоящих выборах в Заксобрании», заявила Галина Буслова. Депутат резко отозвалась о захвате партии приспособленцами. Я бросила дом, бросила все, что в доме. Я забыла могилы своих родных и приехала сюда поднимать эту партию. «Я ее подняла. Вы знаете, каких трудов нам это стоило, какие мероприятия мы проводили. Но если эта партия не угодна сегодня, и они не слышат голос разума, когда, извините, люди из других партий перед выборами сейчас прибегают к нам в партию захватить какой-то кусочек власти, я считаю, что это недальновидные решения. А авторитарный режим руководства партии я не приемлю». Буслова отметила, что заявление о выходе из партии не подписали только двое человек из руководящего состава. Юрий Колесников и Светлана Поносова. Заявление омурские члены партии отправили руководителю «Справедливой России» Сергею Миронову. «Еще одну бурную политическую реакцию вызвало обсуждение инициативы о сокращении количества областных депутатов с 36 до 30. Документ вызвал жаркие споры. Депутат Ольга Лысенко, представляя его в первом чтении, уточнила, что 15 парламентариев будут избираться по одномандатным округам, «Еще 15 по партийным спискам». Снижение численности депутатов законодательного собрания на 6 человек позволит сократить текущие расходы на содержание законсобрания на сумму 5,7 миллиона рублей, огласила цифры возможной экономии Ольга Лысенко. Сергей Абрамов также высказался в поддержку законопроекта. Однако у многих присутствующих, как оказалось, была масса вопросов и возражений. Ольга Викторовна немножко лукавит. Я уже сказал, что цифра, и Роман Александрович подтвердил, что цифра абсолютно необоснованная. А нужно быть друг перед другом честными, что 30 депутатов – это для того, чтобы «Единая Россия» набрала большинство, в том числе и конституционное большинство, ЗАГС Собраний. Так вам этой партии будет легче пройти на выборах. Значит, что касается экономии, это экономия абсолютно мифическая, так сказать. «Предлагает «Единая Россия», я считаю, что им это выгодно, чем меньше будет депутатов, тем лучше будет справляться с решением тех проблем, которые стоят перед партией «Единая Россия» как правящей партией. Проблем же очень много. Считаю, что если не будет оппозиции, а я на самом деле сегодня практически нет оппозиции, в том числе и в Государственной Думе, поэтому легче будет управлять, легче будет исправлять и недостатки, хотя, добрый день, по большому счету легче не будет. Какой же это номер до власти? Говорить о мнении о сокращении финансов, это глупость несусветная. Но власть, естественно, деньги стоит. Говорил, есть и буду говорить. Не нельзя сокращать депутаты, их добротно увеличивать. Мы говорим о номере власти или о власти какой-то политической одной силы. В итоге законопроект поддержали 15 депутатов. Кворум в 24 голоса он не набрал. Еще 9 парламентариев проголосовали против, один воздержался и шестеро вообще не голосовали. Однако законопроект на этом не утратил свою актуальность. В ноябре-феврале повторно вынесут его на рассмотрение, заявил председатель Амурского Заксобрания. Я думаю, по результатам голосования, если вы внимательно посмотрели на результаты, комментарии излишни, то есть было много заявлений красивых. Теоретически вроде как фракция ЛДПР нас даже поддержала. Но результаты голосования говорят сами за себя. 15 единороссов сегодня присутствовало, 15 голосов мы получили за, 9 против, 1 воздержался и 6 депутатов просто не голосовало. Поэтому фракция «Единая Россия» единогласно этот вопрос поддержала по сокращению количества депутатов. Но остальные сказали одно, поступили по-другому. Спикер отметил, что сокращение позволило бы сэкономить около 6 миллионов, но это не окончательная цифра. Как уточнил Дьяконов, по факту она окажется больше. Сокращение депутатов, по словам Дьяконова, понесет не только уменьшение транспортных расходов, но и избирательных. Если законопроект получит одобрение, то произойдет укропнение одномандатных округов. Из 18 сделают 15. Соответственно, уменьшатся расходы на работу избирательных комиссий. Общественное мнение Здравствуйте, а как вы считаете, нужно ли сокращать количество депутатов в ЗАГС-собрании с 36 до 30? Да без разницы, я не чувствую, что их сократят, что не сократят. Что от этого не изменится, вообще не абсолютно ничего. Да можно и даже больше. А почему? Да их там, толку от них немного. Можно оставить, но они работают только. А если так, шаляй-валяй, то можно сократить их, конечно. Да это плохо, в любом случае это плохо. Безработные будут, что могу сказать? В общем-то, не могу сказать, что сильно положительно, но и не отрицательно. В принципе, в общем-то, мне, в крайнем мере, сейчас все равно. Ну, это лично мое мнение. Конечно, их сократить. Но почему? Ну, потому что зачем их столько много-то надо. Их и так хватает вполне. Меньше депутатов, меньше зарплату им платить будет. Вот и все. Да, минус шесть зарплат и плюс еще 30 людям премия из этих шести зарплат. Нет, я думаю, от этого не сэкономится ничего. То есть, нет никакой экономии. То есть, ну, я думаю, ничего не изменится и все останется так, как есть. Новости России. Михаила Ходорковского заочно арестовали и объявили в международный розыск. Об этом заявили в Следственном комитете России. Ходорковского обвиняют в организации заказного убийства мэра Нефтьюганска Владимира Петухова и предпринимателя Евгения Рыбина в конце 90-х годов. Экс-глава ЮКОСа, проживающий в Швейцарии, был объявлен в международный розыск после того, как не явился на допрос в Следственный комитет Российской Федерации. Власти Швейцарии сказали, что могут выдать Ходорковского только при соблюдении фундаментальных прав, подлежащего экстрадиции. Правительство изучает возможность распространения Платона. Министерство транспорта сообщило о подготовке исследования, которое выявит, целесообразно ли вводить плату за проезд по дорогам общественного пользования большегрузов от 3,5 тонн. Кроме того, рассматривается распространение действий Платона на региональные трассы. Возможные тарифы или сроки в документе не называются. В то же время в пресс-службе Минтранса возможность введения платы для транспортных средств массой свыше 3,5 тонн отрицают. До повышения пенсионного возраста осталось 2-3 года. Об этом сообщил глава Министерства труда Максим Топилин. Повышение возраста выхода на пенсию связано с увеличением продолжительности жизни. При этом подобные меры приведут к тому, что около 10 миллионов россиян останутся без пособия по старости. До пенсии не доживут примерно 40% мужчин и более 10% женщин. В Центробанке выпустили сторублевые купюры с изображением Крыма и Севастополя. На банкнотах красуется замок «Ласточкино гнездо» и памятник затопленным кораблям в Севастопольской бухте с картины Ивана Айвазовского. Также на новую купюру попали Екатерина II, виноградная лоза и радиотелескоп. Банкноту выпустили тиражом 20 миллионов. Мировые новости. Поисково-спасательные работы продолжаются на месте оползня в мегаполисе Женьшень на юге Китая. В среду утром по местному времени одного человека удалось извлечь из-под завалов живым. 19-летний мужчина провёл в земляной ловушке более 60 часов. Сообщается, что у него сильно повреждены ноги. «Это чудо, что человека нашли живым. Мы были очень счастливы услышать, что он ещё жив после того, как пробыл там десятки часов». В настоящее время, по официальным данным, пропавшими без вести числятся около 70 человек. Ранее также сообщалось, что было найдено первое тело погибшего. Оползень завалил около 380 тысяч квадратных метров территорий промышленного парка с фабриками и общежитиями. Сообщается о разрушении 33 зданий. Толщина слоя земли в некоторых местах достигает 10 метров. Предприниматели, чьи фабрики не были затронуты непосредственно оползнем, жалуются, что оцеплена большая территория, и они не могут нормально работать. «Сейчас мы не можем покидать территорию, не можем транспортировать товары сюда и отсюда, нет гарантий базовых жизненных потребностей, рабочие голодные, к тому же нет электричества». Оползень произошёл из-за скопления грязи и строительного мусора на расположенной здесь свалке. Её должны были закрыть из-за переполненности ещё 10 месяцев назад. По данным китайских СМИ, полиция задержала замдиректора компании, которая заведовала этим местом. Трагедия в Жэньчжэне – последняя в серии промышленных катастроф в Китае. Напомним, в августе на складах порту Тянцзинь прогремели взрывы, что привело к гибели 160 человек и к загрязнению воздуха и воды. Субтитры создавал DimaTorzok